Взять деньги проблема, но не такая проблема, а вот вторая проблема, куда потом эти деньги разместить. И вот получается, что у нас как бы ситуация такая с двух сторон, поэтому наша панель должна будет попытаться ответить на вопрос, где взять деньги и куда их разместить. Но до того, как мы перейдем к этой дискуссии, у нас к нам присоединился на нашу панель Саша Боровик, которого, наверное, многие здесь знают, его не нужно представлять, но на всякий случай. Это советник губернатора Одесской области, и вот его презентация, я думаю, будет таким сюрпризом, потому что речь идет о региональном пакете реформ, которые на самом деле могут быть полезны всей стране в целом. Саша, у вас 10 минут. Я, кроме того, что я советник президента, 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 президента губернатора Саакашвили, а со вчерашнего дня я еще кандидат от правящей партии на мэра Одессы. На прошлой неделе в Киевской школе экономики представили нечто, что мы называем одесский пакет реформ. Или пакет реформ команды Саакашвили. Одесским его называть можно только постольку, поскольку он писался в большинстве своем в городе Одесса. Он писался нашей командой. Мы его написали за 6 недель, что само по себе тоже интересно, феноменально, потому что нам кажется, что эти законы, эти проекты законов должны были быть написаны и приняты в первые 3 месяца после революции. И этого, к сожалению, не было сделано. Мы это сделали за 6 недель. Мы принесли его в Киевскую школу экономики. Мы собрали организации, такие как реанимационный пакет реформ, «Нова Краина», «Урид Иншуй Думки», «Вокс Украин», «Профессионал Говмент». И мы сказали, что, смотрите, мы не хотим, чтобы это был только наш пакет. Мы хотим, чтобы это, в общем-то, было какое-то общественное явление, общественный процесс поддержки этого пакета. Буквально прошлой ночью вышла статья в Bloomberg, ее тут же перепечатали Chicago Tribute, потом Washington Post, и там говорилось о том, что с этим пакетом у Украины появилась впервые возможность стать на путь, который прошли Польша, Балтийские страны, Чехословакия, Чехия и так далее, Грузия. Что такое пакет реформ? Во-первых, это не только для Одессы. 95% всего, что в этом пакете, это касается всей страны. Мы затрагиваем такие отрасли, как трудовое право, государственное право, право государственных служащих, регулирующее государственных служащих. Мы затрагиваем приватизацию, мы затрагиваем налоговую реформу и таможенную. Мы говорим о государственных закупках. И мы говорим о очень глубокой дирегуляции. Насколько я понимаю, профайл этой встречи – это люди от бизнеса. Я вам расскажу, что мы предлагаем в нашем пакете, что имело бы большое влияние на бизнес с нашей точки зрения. Мы говорим, что трудовые отношения должны регулироваться исключительно трудовым договором, и что то, что не регулируется трудовым договором, должно регулироваться гражданским кодексом. Это, в общем-то, норма, которую приняли практически все восточноевропейские страны. Мы говорим о том, что в дирегуляции все, что касается подключения к воде, подключения к электричеству, к отходам, все, что связано с какой-то регуляцией получения воды, что это все происходит очень быстро, что это все происходит без какой-то бюрократии. Потом мы говорим о земле. Мы говорим о том, что мораторий на продажу земли должен быть прекращен. Мы говорим о упрощенном отводе, землеотводе. Мы говорим о зонинге. Мы говорим о том, что документы, которые необходимо собирать для того, чтобы построить что-то, должен быть абсолютный минимум, и разрешение тоже должен быть абсолютный минимум. Потом мы говорим о том, что не нужно регистрировать в стране инвестиции, что это абсурдно, что инвесторы приходят и по 2-3 месяца должны ждать, пока они зарегистрируют свою инвестицию. Если кто-то приезжает в свободную страну, то он инвестирует и ничего регистрировать не нужно. Мы говорим о том, что не должно быть ограничений на ввоз, вывоз валюты, на конвертацию валюты и так далее. Мы предлагаем ввести, уменьшить налог до 25%, объединенный налог с VAT и Income Tax, и потом понизить его до 20% в 2018 году. Мы тоже говорим о том, что страна должна ввести то, что называется мастерский критерий, это что государственные расходы должны быть не больше 30% от ВВП. Мы вводим 60% потолок на in-depthness. Вот это, собственно говоря, наш пакет. Нужно понимать, там есть еще какие-то другие вещи, я не буду вас нагружать ими, потому что они касаются больше граждан, что мы предлагаем, люди могут получить любые справки, любые паспорта, еще что-то в течение одного часа, они могут получить это по почте и так далее. Нас, в общем-то, где-то сдержанно поддерживает президент. Нужно понимать, что мы, не будучи в партии правящей, мы все-таки здесь на президентском билете. И есть понимание того, что президент нас поддерживает. Речь сейчас идет о том, что этот пакет будет вынесен на Национальную раду реформ, после чего президент его принесет в Раду и будет просить коалицию поддержать этот закон, этот пакет. Вот опять же, еще раз, что это не пакет только для Одессы, это пакет для всей страны. Там есть один элемент Одессы, это мы просим право вести эксперимент на таможенной. Мы говорим о том, что мы практически хотим убрать человеческий фактор из таможенной, все должно быть автоматизировано. Что мы хотим убрать службы, такие как СБУ, ветеринарную. Я не знаю, сейчас если идти на таможню, то там будет порядка 7-8 разных служб проверять груз. Мы говорим, это должна быть только одна, должна быть только таможенная служба. Вот, собственно говоря, все. Все, мы будем публиковать все эти законы, все эти драфты буквально сегодня-завтра. Мы приглашаем всех к обсуждению. Мне кажется, что это те законы, которые помогут привлечь капитал в страну. И это тоже законы, которые помогут, скажем, панель будет говорить о том, как привлечь деньги в страну. Если мы будем говорить об Одесской области, то, скажем, в этом году прибыль от туризма в Одесской области от всего бюджета считается 0,5. Это очень мало. Теперь давайте посчитаем, по нашим подсчетам было примерно от 3 миллионов до 5 миллионов туристов в стране, в Одесском регионе, я прошу прощения. Давайте представим, что каждый из них оставил здесь одну тысячу гривен. То есть у нас по сути выходит огромное количество денег, и достаточно большое количество денег. С этого, естественно, никто не платил налог, эти деньги не были вложены в инфраструктуру, эти деньги просто остались в частных карманах, часть из них пошла на взятки и так далее. И вот здесь мы говорим, давайте поменяем динамику, давайте сделаем так, чтобы номинальный налог стал не более реального налога или немного выше реального налога. Давайте сделаем так, чтобы мы поменяли государственную службу, когда население, бизнесмены почувствовали, что есть такое выражение по-английски no taxation without representation, что не будем платить налоги, если мы не видим, куда эти деньги идут. И вот если создать маленький государственный аппарат, если направить этот государственный аппарат на пользу населения и бизнес людей, то с нашей точки зрения можно установить ниже налог, поднять, расширить базу, то есть количество людей, которые будут платить этот налог, потому что они будут видеть, как это возвращается обратно в виде инфраструктуры и других каких-то материальных благ. Если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу, иначе мы передадим все это панели. Спасибо. Спасибо, Саша. Насколько есть политическая воля у сегодняшнего парламента быстро эти законы поменять? Должны быть ли реформы, которые сделают из этой страны нацию предпринимателей, нацию людей, которые не зависят от бюрократии, и которые могут спокойно заниматься бизнесом, так как это делается сейчас в Польше, Чешской Республике, в Прибалтике и так далее. И альтернативы этому нет. Мы надеемся, что сейчас у нас есть, во-первых, хорошее время, потому что еще не поздно это делать, хотя мы потеряли много времени. И есть момент в том смысле, что политически все, в общем-то, складывается достаточно приемлемо. У нас есть хорошая команда, у нас есть поддержка президента, есть понимание парламента, что нужно что-то менять, хотя есть тоже какая-то резистенция. И вот здесь вот как это пойдет, если бы меня попросили как-то поставить это в процентах, я бы сказал, у нас есть 15% того, что нам удастся этот пакет протащить, провести через Раду Реформ, через парламент. Но, опять же, я уверен, что у страны нет альтернативы, и это будет просто болеть гораздо больше, если мы это будем делать несколько позже. Поэтому вот здесь вот это вопрос времени. Я думаю, будет очень сложный бюджет на 2016 год, потому что у нас достаточно высокие public expenditures, и их нужно будет опускать достаточно серьезно. У нас высокие налоги, которые нация не платит, значит, нам нужно будет что-то с ними делать. И вот здесь вот чем быстрее мы займемся вот этой терапией, тем оно будет лучше. И что хуже еще, это что у нас практически девальвировалось понятие реформ, население их уже не воспринимает. Мы когда готовили этот пакет реформ, то мы искали слова, которыми можно его назвать. И когда мы говорили о реформах, эти слова уже были использованы, когда мы говорили о изменениях, эти слова были использованы уже кем-то. И все, что мы не брали, уже все как-то девальвировалось, и вот это вот где-то отражает, как об этом всем, что об этом всем думает настроение. Если смотреть по Одесской области, то у нас только 5% населения считает, что в Украине идут какие-то изменения. 52-51% считает, что вообще нет никаких изменений. И вот здесь вот как бы на этом фоне мы очень рассчитываем на поддержку президента. Как я сказал, президент нам подал знак, что он готов будет провести это через Национальную раду реформ, и потом взять в парламент, и там есть коалиция.